Девушки отдыхают Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Сергей Шубенков и Виктория Панина. Сегодня в программе. Мосфильм. Репортаж с российской фабрики грез. Здесь необычные кинотеатры Москвы. Человек-музыкант и кинокомпозитор Алексей Айги. В гостях у кинозвезды. Проводим утро в компании актрисы Анны Чуриной. Ага, вот видишь, и даже Леонов говорит, что нам как бы нужно идти туда. Да, понимаешь? Репортаж, это... Да. На Мосфильм ты меня что-то не делал? На Мосфильм, что ли? Да ты что? Это... 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 это место моей мечты. Это фабрика грез. Там делают кино. Это очень круто. Мосфильм. А так рада там, Сереж, кино делал. Там всегда делают кино. Утром, днем и вечером. Это волшебная сила искусства. Да? Да. Пойдем скорее. Мы встречаем утро в сердце российской киноиндустрии. Мосфильме. За почти вековую историю в стенах Мосфильма было создано более двух с половиной тысяч художественных фильмов. Лишь малая часть свидетельств успеха хранится в музее Мосфильма. Мерседес Штирлица и Фердинанд Глеба Жеглова. Уникальный столетний фургон и военная техника. Все эти машины, даже будучи экспонатами музея, время от времени выезжают на съемки. Музей у нас не совсем обычный, потому что все экспонаты, которые здесь находятся, они все находятся в рабочем состоянии. То есть одним словом, это все можно назвать реквизит. Это ода немецкому качеству. Это немецкий грузовик Магирус. И ему, от роду сейчас, уже 102 года. И примечательен этот автомобиль тем, что он до сих пор ездит не только на родных колесах, но еще и на родных деталях. Такая есть только у меня и у Майкла Джексона, говорил герой культового сериала «Бригада». Ягуары, как у Саши Белого, находятся в гаражах Майкла Джексона и королевы Елизаветы. А теперь и в коллекции музея. Щедрый дар сделал неизвестный меценат. Музейная коллекция костюмов – тоже крохотная часть богатства Мосфильма. Здесь применили натуральный материал – речной жемчуг. Обычно в костюмах, которые шьются для кино, используют все-таки имитацию. Остальное, включая наряд царя из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», хранится в костюмерных и складах. У Мосфильма – одна из самых крупных коллекций костюмов и реквизитов Европе. А вот в этом здании будущие фильмы обретают голос. Здесь проходит монтаж отснятого материала и озвучка по самым современным технологиям, включая систему Dolby. Здесь не только создают новое, но и возвращают краски старому. В соседних студиях идет работа по реставрации старых фильмов. Сейчас очередь дошла до легендарной картины Эйзенштейна «Иван Грозный». После реставрации наша картина отправляется на телеканалы, в интернет, а также на ретро-фестивали. Мосфильм наглядно демонстрирует преемственность поколений. А кто бережно относится к своим корням, наверняка сможет расти и дальше. А правда, что во дворе Мосфильма, может быть, кстати, даже где-то здесь, Эйзенштейн снимал «Ледовое побоище», а? Чистейшая правда. И тебе больше скажу, в этих дворах на Мосфильме был снят не один великий фильм. Тут вообще, тут нереально круто. Смотри, вот немцы. Здрасте. Вы обычные немцы, как настоящие, как живые? Здрасте. Здрасте. Так что, по-немецки скажи мне? Данке. Хандехох. Так вот, смотри, вон там снимался вообще один из моих любимейших фильмов. Пойдемте. Так, секундочку, сударь, не надо гонать лошадей. Я попрошу вас отныне называть меня Викторией Александровной, дабы соответствовать экстерьеру. О, что началось. Ну, хорошо, хорошо. Браво, браво, сударыня. Я пройду для вас специальную мемалетнейшую экскурсию по этому старинному кварталу, который был воссоздан практически с нуля. Да-да, вся эта старая Москва. Боярином Шахназаровым в аккурат к съемкам своего легендарного бессмертного творения. И фильм этот вошел в мировую синематеку. Название ему «Всадник» по имени Смерть. Смотрели ли вы, Виктория, эту киноработу? Нет. Вот и я, нет. А еще здесь снимают сериалы, там клипы, реклама. Вот, по-моему, съемки как раз сейчас. Что там происходит? Очень патчет. В столице полторы сотни кинотеатров и киноцентров. Есть среди них и совсем необычные. К антикафе уже все привыкли. По такому же принципу устроены антикинотеатры на «Красном октябре» и «Флаконе». Платить надо только за время. А репертуар выбираешь сам. Собираются люди и устраивают собственные показы своих фильмов. Вот. А также довольно-таки весомая часть клиентов, которые приходят специально в кинохаус, чтобы посмотреть классику старых фильмов. Либо со своего носителя, либо из-за главного кинотеатра. Уютное помещение антикинотеатра не позволяет собираться большой аудитории, мешающей друг другу поеданием попкорна или громкими возгласами. Сюда приходят компаниями до 20 человек. Можно организовать показ для пары. У нас они могут собраться, обсудить какой-то фильм, никто им не будет в этом мешать. И, соответственно, посмотреть сразу несколько фильмов, ну, не как в обычном кинотеатре. В кинохаус даже можно приносить свою еду или заказывать блюда прямо в зал из соседних с кинотеатром кафе. Для шумных компаний здесь найдутся караоке, игры и кальян. Создатели Центра документального кино взялись доказать, что документалистика более зрелищна, чем игровые фильмы. Документальное кино сегодня не уступает в своих историях любым художественным фильмам. Например, скоро мы будем показывать кино про Ника Кеви, которое называется «20 тысяч дней на земле». Он выступил не только главным героем, но и сценаристом. Киноцентр находится в одном из корпусов провианских складов, которые принадлежат Музею Москвы. Отсюда кирпичные стены и высокие потолки с аутентичными деревянными перекрытиями. Помимо ежедневных киносеансов, здесь проходят фестивальные показы и недели национального кино. У нас проходила неделя швейцарского кино, где мы показывали не только фильмы, но и устраивали дегустацию швейцарского шоколада и слушали швейцарский джаз. Есть целая серия образовательных программ для школьников. Это и киноуроки, и документальные фильмы, затрагивающие проблемы подростков. В Новый год мы проведем телемост между Москвой и Нью-Йорком, покажем фильмы подростков из Нью-Йорка, и в ответ на это представим кино московских школьников. Но самая уютная зона – кинокафе, где можно обсудить понравившийся фильм. Теперь осталось только решить, что актуальнее – форма или содержание, документальное кино или игровое. А кинотеатры на любой вкус в Москве найдутся. Ну а если осенняя погода навевает на вас тоску и не способствует желанию выходить из дома, то вам на помощь придут новые технологии. Теперь посмотреть кино в хорошем качестве, с полным погружением в мир звуков, происходящих на экране событий, можно и дома. Для этого существуют системы домашнего кинотеатра. Чтобы узнать, что это такое, какие системы предлагают сегодня флагманы рынка электроники, мы обратились к экспертам. Итак, к вашим услугам новые системы домашних кинотеатров Sony с поддержкой аудио высокого разрешения. Занимайте лучшие места в зале и устраивайтесь поудобнее. Функция Cinema Studio 9.1 позволяет создать в вашей гостиной идеальное пространство с кинематографическим звуком. Пожалуй, одной из лучших моделей домашних кинотеатров является модель Sony N9200. Из ключевых особенностей этой модели можно отметить высокое качество воспроизводимых аудиофайлов, в том числе и файлов High Resolution, то есть файлов с высоким аудиоразрешением. В то же время, эта модель оснащена функцией улучшения качества Full HD видео до качества 4K. По сути, это даст новые качества вашим старым фильмам, которые записаны на Blu-ray дисках. В то же время, этот кинотеатр оснащен специальной подсветкой, которая создает дополнительный эффект присутствия, эффект погружения в кино, который добавляет больше динамики и больше эмоций от просмотренного контента. Подсветка автоматически подстраивается под изображение на телевизоре и создает вам атмосферу полноценного кинотеатра. Если у вас нет возможности расположить большой домашний кинотеатр дома, то есть более компактные варианты. Компактная модель кинотеатра Sony ST7, несмотря на свои размеры, обладает весьма высоким качеством звука. Она обладает беспроводным подключением сабвуфера и позволяет вам расположить его в любом месте комнаты достаточно просто подключения к розетке. Данная модель может подключаться с помощью NFC. Модуля достаточно просто для этого прикоснуться телефоном к модели, и ваш звук сразу воспроизводится на кинотеатре. Вот, именно здесь рождается то, без чего современное кино давным-давно уже никто не смотрит. Брэд Питт? Звук. Музыкальное и звуковое сопровождение доводится до совершенства. А, здесь композиторы сочиняют свои саундтреки. Да нет же, композиторы сочиняют свои саундтреки там, где им удобно, а здесь их сводят с кем? Да ни с кем. Ладно, я понял, слишком много информации сразу в один день, поэтому давай начнем сначала. Вот композитор сочинил музыку, а режиссер снял изображение, картинку, и здесь объединяет это все в один фильм. Перекопаем лес лопаткой. Нужно искать деньги, транспорт. Ты понимаешь, что я пропаду без тебя? Даже самая проникновенная киноистория не имеет должного эффекта без специального музыкального фона. Об этом знали еще на заре кинематографа, когда во время показа немого кино пианист наигрывал сценические мелодии. Известно это и композитору Алексею Айги, который помимо музыкального участия в известных фильмах и сериалах, написал новые мелодии и к старым немым историям. В работе над саундтреком он всегда опирается на личное восприятие картины. И часто сценарий играет второстепенную роль. Настроение диктует видеоряд. Я работаю под картинку, да, как бы вот именно видеоизображение, оно у меня уже вызывает какие-то музыкальные образы. А сценарий, ну, может, конечно, но это не так важно, как уже сам фильм. Свой первый саундтрек Айги написал к фильму Валерия Тодоровского «Страна глухих». Несмотря на драматическую историю картины, музыка получилась довольно легкой, словно оставляя надежду зрителю на хороший финал. Это пожелание было Валерия Тодоровского, да, чтобы была музыка такая более легкая и светлая по отношению к сюжету, да. И то, что я сначала написал, было достаточно мрачным. И он говорит, нет, 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 давай в другую сторону. Поэтому, конечно, режиссер должен направлять композитора. Композитор может очень часто просто прямо вот что вижу, о том и спою, а режиссер должен его подвинуть в одну сторону, в другую. За 14 лет работы в киноиндустрии Айги поиграл во всех жанрах. Авторское кино, сериалы, боевики, исторические драмы и фантастика. Часть своих музыкальных находок он использует на собственных концертах. Во вторую очередь Айги – кинокомпозитор. А в первую – главная скрипка в ансамбле 4.33. Здесь он играет для души и для слушателя, который любит его и в кино, и на сцене. А я вот музыку из любимых кинофильмов слушаю по дороге на работу. Но у тебя проблема. После нашего похода на студию, мне кажется, что всё это звуковое совершенство, оно где-то теряется по пути к моим наушникам. Вот не то качество. А здесь всё дело в том, какие у тебя наушники и плеер. Ну какие-какие. Самые обыкновенные наушники и MP3-плеер. А ты знаешь, я тебе так скажу, современные технологии позволяют взять с собой практически студийный звук. Да, конечно. А как ты себе это представляешь? Я с собой всегда студию что-то таскать буду? Мне нужно что-то лёгкое, маленькое. Я же девочка. Ну ладно тебе, девочка. На самом деле, для того, чтобы воспроизводить качественный звук, вовсе не обязательно таскать на себе студию. Достаточно иметь просто хороший цифровой плеер, такой, например, как Sony Walkman A-серии, который поддерживает аудио высокого разрешения. Держи. И, естественно, наушники, которые также поддерживают, передают звук высокого разрешения. MDR 1A. Ну, проверяй. Он такой лёгкий и такой маленький. Невероятно. Самый лёгкий и маленький в мире. Давай музыку скорее слушать. Давай. 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 Не пляу. Не пляу, а плей. Ну, на. Погромче. Вот так вот. Ого. Ну, ничего себе. Звук прям как в студии. Мы есть в студии. Тихо. Класс. Класс. Серёж, ну как так? Целый день здесь ходим. Актёров, актрис встречаем. А ни одного фотографа до сих пор не взяли. Ну, как так, Серёж? Просто все заняты. Кто-то снимает, кто-то монтирует, кто-то играет. Все предельно. Не, ну я это понимаю. Ну, неужели они никогда не освободятся? Они люди творческие и искренне надеются, что никогда. То есть ты хочешь сказать, что моя затея с маленьким автографом сейчас просто провалилась? Ну, спасибо тебе большое. Да, спасибо. Я организую тебе один автограф, хорошо? Хорошо. Чей? Одной популярной актрисы. Ого. Сегодня утром мы приехали в гости к Анне Чуриной. Она блистала на подиумах Франции и Италии, а в последние годы удивляет актёрской игрой зрителей в театре и кино. Вот у нас ещё до сих пор остатки былой роскоши. День рождения, Ксюша. Всё в шариках. У дочки накануне был день рождения, но от праздничного стола ничего не осталось. На завтрак – сырники с домашним вареньем и собственным мёдом. Весной закупили пчёл. Карпаток. У нас 70 тульев. Калужской области. В будущем у нас там ещё будут плодовые деревья. И мы хотим сделать боеволинное хозяйство, чтобы делать настоящую моцареллу. Анна долго может рассказывать про своё домашнее хозяйство, но надо везти дочь в школу. Дорога на машине занимает 15 минут. В рабочие дни, в учебные день у нас начинается рано. Даже если я Ксюшу в школу не везу, я стараюсь вставать и её провожать. Иногда график у Анны такой плотный, что единственная возможность увидеть дочку – отвезти её в школу. Поём песни, повторяем стихи, которые Ксюша учила. А иногда мы просто болтаем, она мне рассказывает, что происходит в школе. Бывает, учат английский. B. Banana. Так, C. Cat. Cat. D. Dog. Dog. Не dog, а dog. Там короткий звук. Я же закончила имьяс, и по первому образованию я педагог английского языка, филолог. Ксюша учится в церковно-приходской школе в Павловской Слободе. Ну что, Ксюш, давай помаши рукой, всё, пора учиться. Проводив ребёнка в школу, Анна стремительно возвращается домой. Теперь можно заняться делами. Выпить чёрный кофе без молока, чтобы открылись глаза. Почитать сценарий. Сценарий к фильму лежит уже несколько недель. Сегодня утром у актрисы появилось время его прочитать. Белое море, яхта, вечер. На фоне луны плывёт современная дорогая яхта, громко играет музыка. Съёмки этого фильма запланированы на весну. А сейчас всё свободное время у актрисы уходит на репетиции спектакля «Белый рай». Режисс Абадзе, в первую очередь, хореограф, потом уже режиссёр. И вот это сочетание балета и драмы, конечно, необычное. Репетировали несколько месяцев практически без выходных. В принципе, подготовка физическая есть, но её оказалось недостаточно, потому что после двух недель репетиций мы почувствовали, что какие-то у нас другие мышцы работают. Чтобы поддерживать себя в форме, актриса отправляется в спортзал внутри собственного дома. Очень люблю этот тренажёр, самый простой, эллиптический тренажёр. Здесь не очень сильно нагружаются колени, такая мягкая нагрузка на все мышцы, вот, и на нём очень хорошо сушится. Есть у Анны и более действенный способ взбодриться утром. Это бассейн. К сожалению, на рабочей неделе не всегда получается это сделать, потому что много дел, нужно бежать ребёнка в школу на съёмки, на репетиции. У меня много волос, приходится долго сушить. Но на выходных делаем это с удовольствием. Но самое любимое место Анны – сад. Это вот яблоня «Золотая Антоновка». Мы с неё снимаем самые вкусные яблоки на свете, угощаем всех гостей. А сейчас у нас вот остатки яблок слава победителю. Из неё мы делаем варенье. Анна выросла в маленьком городе на Урале и с детства старается быть ближе к природе. За городом живу уже 10 лет. И в город мне совсем не хочется. Гулять по участку Анна может часами. Вот такое моё идеальное утро. Проснуться, собрать ребёнка в школу, позавтракать вкусными сырниками, кашей, отвезти Ксюшку в школу, позаниматься спортом, насладиться садом, этой красотой, которая здесь есть всегда. Ну а потом уже можно в город ехать, работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, парень в наушниках, иди сюда, иди сюда. Ты звукорежиссёр, ты пишешь звук. О, гример. Ну давай, давай, давай. Так, ага, сделай мне губы, шикарные большие губы, ну и как-то вот, да, страсть, чтобы была, ага, хорошо? Так, вроде бы всё есть, камера, свет, грим, актриса, звук, чего-то не хватает, кино, но чего-то не хватает, чего? Ага, сценарий. Никуда не уходите. И сейчас. Смотрим за ним. Редактор субтитров А.Семкин